МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Буш стал политической династией Буша и в американской политике и скончался в возрасте 94-х лет. На церемонии прощания с ним пять американских президентов, включая действующего. В среду Дональд Трамп объявил днем национальной скорби. Буш – старший явлением американской политики, самый карьерно квалифицированный для высшей государственной должности президент. До того, как он занял эту должность, Буш был конгрессменом, директором ЦРУ, послом США в ООН, посланником в Китае и вице-президентом в администрации Рональда Рейгана. При Буше распался Советский Союз, и, по свидетельству современников, этот факт американский президент принял близко к сердцу. О том, что осталось от наследия Джорджа Буша, старшего в американо-российских отношениях, говорим дальше в нашем эфире. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Джордж Буш, старший, вошел в историю как американский президент, при котором закончилась холодная война. В 92-м Буш и Ельцин подписали на этот счет официальный документ. Четверть века спустя в американо-российских отношениях забрежил призрак новой холодной войны. О том, почему не удалось сохранить наследие Буша, старшего в двусторонних отношениях США и России, попробуем понять сегодня с помощью экс-заместителя генерального секретаря НАТО, посла США в России в 2001-2005 годах Александра Вержбу. Господин посол, спасибо за ваше участие. Тема сегодня затрагиваемая, вопросы, которыми вы занимались в разное время в течение всей вашей карьеры. Начнем с Джорджа Буша и его наследия в американо-российских отношениях. 25 лет прошло, и мир без холодной войны перестал быть самоочевидным фактом. Почему не уберегли наследие Буша? Я думаю, что смерть президента Буша, бывшего президента Буша, в следующий момент для того, чтобы разобраться в том, что было так, что пошло не так в последние 25 лет. Он действительно обладал соответствующими навыками для того, чтобы справиться с тем жестким, нелегким периодом вслед за Росправлением Советского Союза, падением Берлинской стены. Но ему удалось направлять отношения с Россией в позитивном направлении. Это продолжалось при президенте Клинтоне и также при молодом Буше и при Обаме. Я думаю, произошло то, что Россия отказалась от многих вещей, на которые она согласилась в 90-е годы, в том числе уважению суверенитета и территориальной социальности своих соседей, хочет отвести часы назад и создать новый железный занавес, может быть, незаметный, невиданный глаз железный занавес, но тем не менее тот занавес, скрываясь за которым, она хочет подавить бывшие Советские Республики и снова привлечь их к своему контролю. И здесь есть психологические проблемы, которые после окончания Холодной войны Россия испытывала. Я вину возлагаю на российских лидеров и, в частности, на президента Путина. Горбачев часто говорил о том, что Запад не выполнил данных обещаний. После распада Союза НАТО начало расширяться на Восток. Мы еще будем говорить о НАТО в этом эфире, но для начала. Были у России основания остаться недовольны тем, как соблюдались постхолодновоенные договоренности? Ну, думаю, что, с одной стороны, я бы сказал, что Горбачев сам на самом деле очень четко дал понять, что не было никакого обещания на момент воссоединения Германии о нерасширении НАТО. Здесь существенные искажения были, в том числе и это подтверждают рассекраниченные архивы. Там шла речь о недопущении движения войск НАТО из западной части Германии к восточной части Германии. Но Горбачев никогда не говорил, хотя ему не нравилось, что НАТО решается, он никогда не говорил, что мы нарушили свои обещания. Я занимался этим в 19-е годы, и наша цель заключалась в том, чтобы построить европейскую систему безопасности, которой Россия была неотъемлемой частью, и мы сделали это посредством Российско-НАТОвского совета, соответствующего акта. Мы многое сделали в сотрудничестве с Россией. Более того, мы даже направляли войска в военные конфликтные зоны, бывшую Ягославию. Да, были какие-то проблемы, в том числе крупные проблемы, такие как Косово в течение ряда лет. Но я думаю, что Запад искреннюю попытку принял привлечь Россию. Это началось именно с президента Буша. При Джорджи Буше ратифицировали договор РСМД. Сейчас этот договор трещит по швам. На встрече министров иностранных дел НАТО в Брюсселе на этой неделе 28 стран-членов НАТО поддержали обвинение США в адрес России о нарушении договора, а Вашингтон оповестил Москву о выходе из РСМД в течение 60 дней. Почему РСМД не удалось уберечь? Я работал над вопросом РСМД, начиная еще с самого начала своей карьеры в профессиональной деятельности, когда я еще был в Госдепартаменте в конце 70-х годов, и мы разработали эти решения, принимаемые по двухвекторным решениям. Надо сказать, что вообще это было чудо, что Россия и обе стороны приняли нулевой вариант, и мы добились истинного прорыва. Поэтому очень печально видеть, что это соглашение на грани коллапса сейчас находится. Но вина прежде всего здесь лежит на России, которая действительно нарушила договор. США пытаются и пытались вот уже 10 лет к ряду, как решить эту проблему дипломатически, и делились с нашими союзниками информацией, может быть, нужно было раньше об этом сообщать. Но Россия, тем не менее, испытала ракету, которая очевидным образом может выйти за пределы договора об РСМД, того предела, который описан в этом договоре, 5000 километров. И они, возможно, испытывали эту ракету с мобильного пускового устройства на меньшую дальнюю, но она может быть запущена и с фиксированного пускового устройства на более дальнюю дистанцию. Но Америка не только заверила союзников, но и дала понять России, что все еще можно спасти этот договор. России нужно быть более открытой относительно технических аспектов этой ракеты. Может быть, есть техническое решение, которое позволит России вернуться в сторону соблюдения РСМД. И я думаю, что можно урегулировать также российскую изобоченность с соблюдением Америки этого договора. То есть мы надеемся на серьезную дискуссию со стороны России. Давайте надеяться на то, что этот двухмесячный период будет использован с большим эффектом, чем предшествующие 10 лет. Это был мой следующий вопрос. В Москве дали 60 дней на то, чтобы исправиться. Что с практической точки зрения можно сделать за эти 60 дней, чего не было сделано, как вы говорите, за 10 лет? Ну, Россия могла бы пригласить американских экспертов, сесть за стол переговор завтра буквально, и на самом деле либо представить больше информации об устройстве этой ракеты, какого рода двигатель у нее, какого рода бак топливный, с тем, чтобы мы свои расчеты могли проверить. И это может произойти буквально завтра, и, может быть, тогда можно найти какое-то техническое решение этой проблеме. Но мы видели, что при испытании ракета пролетела более 500 километров. Это элементарный факт, и мы вынуждены сказать, что Россия лжет. И я оптимизма не испытываю в этом отношении. Но если Россия будет более откровенной, все-таки эту проблему можно решить и урегулировать. Генсек НАТО на этой неделе был не очень оптимистичен и подчеркнул, что Европа и НАТО должны приготовиться к жизни без РСМД. Я очень хочу услышать ваш анализ на эту тему. Мир без договора. Но для начала предлагаю вам и нашим зрителям европейскую точку зрения на эту проблему. Накануне этого эфира я поговорила с Элмором Хеллендормом из Нидерландов. Он специализируется на вопросах НАТО и ядерного оружия. Давайте посмотрим. Элмор, я бы хотела попросить вас поделиться своими мыслями по поводу вероятного выхода США из РСМД и того факта, что в Брюсселе накануне позицию Вашингтона поддержали 28 стран-членов Альянса. Как эта точка была достигнута? Настоящий переломный момент в этом процессе приближался давно. Уже 10 лет поступают сигналы о том, что Россия, возможно, нарушает РСМД. Об этом часто писала газета New York Times. В США давно говорят о нарушениях договора со стороны России, но европейцы им отвечали, да, может быть это и так, но вы не хотите делиться с нами своими разведданными. Поэтому как мы можем в этом убедиться? Как мы можем получить независимое подтверждение Ваших слов о нарушениях России? Совсем недавно голландская разведка смогла независимо подтвердить то, что говорила Америка. Голландские разведслужбы заявили, да, Россия нарушает РСМД. Это была информация, которая появилась всего лишь в течение последних двух недель, что помогло мобилизовать европейских союзников по НАТО и поддержать американскую точку зрения. Однако у многих европейских стран-членов НАТО до сих пор есть надежда, что РСМД можно спасти. Они не очень рады перспективе того, что договор перестанет действовать и США из него выйдут. Поэтому в Европе сейчас сильный акцент на то, чтобы заставить Москву приблизиться к американской позиции. С точки зрения потенциального наихудшего варианта, пройдет 60 дней и ничего не произойдет, РСМД уйдет в прошлое. Каким будет мир и НАТО без этого договора? Ведь на этой неделе генсек альянса Столтенберг так и заявил, нужно морально готовиться к жизни без РСМД. Здесь много факторов и все они будут иметь значение. В действительности что происходит? Россия нарушает договор и, возможно, разрабатывает эти виды оружия. Но будут ли они их размещать и на каком уровне? Есть вопросы о размещении систем в Калининграде. Будет ли размещение продолжаться? Считает ли НАТО, что обладает необходимыми возможностями для парирования в этой ситуации? Потребуется ли НАТО адаптировать свой ядерный потенциал к новой ситуации? Тут еще очень много неопределенностей. Нужно понять, готова ли Россия к дальнейшим переговорам. Может ли появиться РСМД-2, к которому, например, присоединится и Китай? Мы слышим много разговоров о том, что нарушение РСМД России и разработка новых систем связано не только с Европой, НАТО и Соединенными Штатами, но что Россия также сильно озабочена растущими ядерными возможностями Китая, Пакистана и Индии. В России существует настроение такого рода, что НАТО ведет себя очень агрессивно и очень близко находится к российской границе. Все то, что происходит, рассматривается как гонка вооружений и угрозы России, на что Россия реагирует разными способами. Если проанализировать ситуацию на основании ваших знаний, доктрины, потенциала и европейского сантимента на этот счет. Можно сказать, что Россия обороняется и что у нее есть основания беспокоиться о том, что на нее нападут и переиграют на поле ядерных возможностей. В отношениях между Россией, Европой и США доминирует недопонимание и паранойя со всех сторон. Очень мало, недостаточно ведется переговоров. До Крыма было много обсуждений, диалога, вооруженные силы общались между собой, наблюдатели присутствовали на учениях. Нам нужно восстановить диалог на разных уровнях, включая дипломатию второй дорожки, чтобы понять, какие у нас существуют взаимные обиды и недопонимания, и начать их разрешать. Да, в международной политике святых нет, это не та область. Да, у России серьезная озабоченность по поводу договора об ограничении систем ПРО, прекращение его действия и размещения систем ПРО. Я думаю, что многие в НАТО и в США недооценили степень российской озабоченности. Еще в 90-е годы, когда составлялись планы расширения Альянса, на Западе было недостаточное понимание российских интересов. В 90-е годы и в начале 2000-х было много разговоров о создании международного порядка и институтов, а у России был вопрос о ее национальных интересах. Мы, европейцы, должны лучше научиться учитывать интересы. Территориальные интересы, стратегические интересы для усиления диалога с Россией. Это ключевой момент. Возможно, некоторые посчитают, что Россия погорячилась, но думаю, что очень важно учитывать ее озабоченность по поводу договора про военного присутствия НАТО и США в Восточной Европе. Все это сейчас происходит в режиме действия-противодействия. Если мы будем продолжать в таком духе, то можем дойти до очень глубокого кризиса. Пару лет тому назад над Турцией сбили российский самолет. Похожая ситуация потенциально может произойти и над странами Балтии или над Балтийским морем. А что, если в этот раз диалог не получится, и все выйдет из-под контроля? Поэтому надо сделать шаг назад, выяснить, что беспокоят все стороны и приложить все усилия для восстановления диалога. Господин посол, это было мнение из Европы. Каким вам видится миропорядок без договора о сокращении вооружений? У вас это вызывает обеспокоенность? Я согласился с тем, что в какой-то степени, в некоторой степени тревожно, рискованно вступать в будущее без договора об РСМД. Я думаю, что прочный довод, как для США, так и для России, что если нельзя спасти договоры в нынешней форме, значит, придумать какую-то новую версию этого договора, может быть, какие-то новые цифры, новыми цифрами ограничить число этих систем и установить верификационные процедуры, какие-то границы, уточнить с тем, чтобы мы не могли случайно неправильно истолковать то, что делает противная сторона, с тем, чтобы минимизировать ущерб от нарушения России этого договора. Я не испытываю оптимизма, что США заинтересованы в новом договоре. Болтон, Советник операционной безопасности, небольшой поклонник соглашений об оружении и контроле над вооружениями какого-то ни было рода, и он особенно громкогласно говорил о том, что США необходимо развертывать эти системы или какого-то рода системы, которые не будут разрешены договором против Китая. Поэтому я боюсь и опасаюсь того, что никакого второго варианта нет, либо спасти договор, как он есть, либо отправляться в плавание в новом опасном мире, где нет никаких сдерживающих моментов. Интересно при этом, что, вернувшись с большой двадцатки, Дональд Трамп в Твиттере написал, что хотел бы работать с Россией и Китаем над остановкой гонки вооружений, поскольку она очень дорого обходится Америке. Вам удалось понять эту логику, и можете вы ее объяснить нам? Ну, как и многие другие твиттеры президента, трудно понять, что конкретно в его голове происходит в этот определенный момент, но я думаю, здесь выявляется, выявляется конкретная озабоченность тем, что может создаться неконтролируемая гонка вооружений, особенно между Штатами и Россией. У Китая иной потенциал, гораздо меньший по размеру ядерный потенциал, и Арсенал, конечно, гораздо меньше беспокойства это вызывает, но три страны за одним и тем же столом, это хорошая формула для контроля ядерной гонки и вооружения. Но я надеюсь, что комментарии президента американского говорят о том, что, что бы ни произошло с РСМД, он открыт к тому, чтобы начать новый договор о увеличении стратегических вооружений, который, кстати говоря, через два года, в 2021 году истекает, но там есть очень легкие и удобные положения, которые позволяют продлить его на очередные пять лет, потребуется утверждение Сената, и Россия также будет более выгодной с технической точки зрения прекратить соблюдать этот договор, то есть, соответственно, в интересах Америки и всего остального мира будет обеспечить действие этого договора еще пять лет после того, как он настечет через два года. На встрече министров иностранных дел НАТО в Брюсселе Украина была второй после РСМД темы, обсуждавшейся с большой тщательностью. Вернее, даже не просто Украина, а эскалация российско-украинских отношений после произошедшего в Азовском море. В последние дни мы наблюдаем за серией шагов военного характера в этом контексте. Я хочу услышать вашу оценку. Я думаю, что атаки на украинские корабли 25 ноября со стороны России были гигантским нарушением международного права и представляли собой существенную эскалацию в пролагающем всех конфликте. И это действительно конфликт. То, что происходит между Украиной и Россией, это конфликт. Это не то, что война, которую идут сепаратисты. Нет. Россияне по существу аннексировали керченский правиль, они объявили его на стороне порядка, что это их суверенная территория. Но даже в свете этого, их использование силой, было абсолютно неоправданно, необоснованно. Украинские корабли, по которым был открыт огонь, на самом деле уплывали. Они были в расстоянии больше 20 миль, то есть они были в международных водах. То есть вся та история, которую россияне прикрывают, это на самом деле совершенно не верит никакой критике. Если Запад не сделает что-то в ответ на это, Путин будет смиреть и будет готов делать больше и больше. Особенно с учетом того, что в конце марта на Украине будут выборы. Очевидно, что Россия хочет дестабилизировать Украину для того, чтобы дискредитировать там демократию и нынешнее руководство Украины в надежде на то, что лидеры, которые будут в большей степени готовы сотрудничать с Россией, придут к власти Украины. Но я думаю, что опасность для Запада заключается в том, что каждый мелкий шажок, который Путин предпринимает, критикуется устно, но нет никаких конкретных ответных мер, не принимается. Поэтому Путин успешно использует так называемую тактику салями, когда отрезается по кусочку, по кусочку, по кусочку, но нет ответа. То же самое произошло в Грузии, и смотрите, что там получилось в 2008 году. Россия устроила ловушку, Саакашвили попал в эту ловушку, и Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии, и нам нужно извлечь уроки оттуда и не оставлять то, что произошло только что в Кельжеском проливе, без ответа. Сразу после инцидента Порошенко попросил откомандировать корабли НАТО в регион для островской России. Я говорила, в последние дни со многими аналитиками и политиками консенсус состоит в основном в том, что НАТО не будет вступать в военный конфликт с Россией из-за Украины. Вы не понаслышке знаете, как работает Альянс, как принимаются в нем решения. Что вы скажете на этот счет? Я думаю, что у НАТО есть некоторые дополнительные возможности, которые, я надеюсь, оно использует. У НАТО есть, на самом деле, регулярное присутствие в Черном море, и, судя по всему, оно в 2018 году было более существенным по объему, чем в 2017 году, с точки зрения количества дней, 120 дней, когда НАТО присутствовало в Черном море. Но я думаю, что НАТО несколько более активно защищает свободу навигации. И они не предоставляют, в буквальном смысле слова, щит для украинских кораблей, но они должны показать россиянам, что те не могут нарушать коммерческое морского права и международное право, и вмешиваться в совершенно законное гражданское движение кораблей и военное движение кораблей. И НАТО может также с Украиной, возможно, с Грузией провести совместные учения, также чтобы показать и продемонстрировать, что Черное море — это не озеро на территории России. Азовское море — это несколько более сложная ситуация из-за того, что в 2003 году было заключено соглашение между Россией и Украиной. Оно считается внутренним морем двух стран, и это соглашение не позволяет без разрешения России натовским кораблям заходить туда. Я не думаю, что нам нужно туда насильно водить корабли, это только будет ухудшать ситуацию. Также НАТО могло бы в большей степени предоставлять военную помощь, и если украинские моряки не будут возвращены, которые были похищены Россией незаконно, и украинские корабли, нарушение законов войны, мы должны найти какой-то пакет санкций, с тем, чтобы то, что Россия это делает, не обходилось ей таскать бесплатно, чтобы у нее были издержки с этим связаны. Говоря об эскалации, Украина выходит из договора о дружбе и партнерстве с Россией и проводит тестовые запуски ракет наземного базирования. Украинский Совет безопасности и обороны заявил, что успешный запуск станет лишним доказательством того, что Украина может защитить Черное и Азовское море. Учитывая всю эту динамику, вы не опасаетесь кинетического столкновения России и Украины в регионе? Ну, я не думаю, что мы на грани крупного столкновения, по крайней мере, сейчас. Думаю, многое зависит от того, сделает ли что-либо Запад в ответ на события 10-14-дневной давности. Одновременно Украина имеет право защищать себя, но я думаю, что шаги Украины по укреплению своей береговой охраны в Мариуполе и других городах сами по себе с помощью Запада должны рассматриваться как ответ на российскую агрессию. И ни одно из этих действий, которые США рекомендуют, не будут актами агрессии Украины против России, это будет безнадежно и безуспешно. Но Украина должна иметь возможность, по крайней мере, сделать так, чтобы, если россияне атакуют первыми, чтобы они несли издержки в Азовском море и попытаются закрыть или ограничить украинские военные базы в этом море. И надо сказать, что иметь такие базы — это совершенно законное право суверенного государства. Этот конфликт должен решаться дипломатически. Спасибо, господин посол. Нам был очень важен ваш анализ и ваша точка зрения от сложившейся ситуации. Ставим здесь запятую. Я надеюсь на новые встречи в этой студии. Абсолютно точно нам будет о чем поговорить. Напоминаю, что гостем нашей студии сегодня был заместитель генерального секретаря НАТО в 2012-2016 годах Александр Держбул. Спасибо, что провели эти полчаса с нами. Дальше больше. Это «Настоящее время. Итоги» с Юрией Савченко из Вашингтона. Всего вам доброго. Субтитры подогнал «Симон»!